Глава пятнадцатая Шла первая неделя августа. С уходом июля поменялась и погода. Стало прохладно, и синоптики обещали дождь в ближайшие выходные. А именно в эту субботу в церкви должно было состояться крещение новообращенных. «У меня сегодня такой праздник! Я не могу и не хочу откладывать исполнение завета с тобой!» Она подошла к окну и выглянула на улицу. Шел дождь, мелкий и частый. Он уже намочил деревья и дома. С крыши беседки стекали струйки, словно кто-то невидимый лил воду из лейки. Олеся вернулась к кроватке дочери и, преклонив колени, заговорила с Иисусом. «Господи, Ты посылаешь на землю и снег, и дождь. От Тебя происходят молнии и гром, солнечное тепло и ветер. Ты, владыка, и устроитель всего. Я не прошу, чтобы Ты изменила погоду. Прошу Твоего благословения на предстоящее крещение». Олеся остановила свою молитву и задумалась. Внезапная мысль, пролетевшая в уме, встрепенула ее. «Иисус, а может быть, болезнь дочери — это только дьявольские козни? Ведь только Ему не угодно послушание Твоих детей. Ты не ставишь преград к исполнению Твоей же собственной воли. Значит, сатана желает остановить меня. Но уж нет, у него это не пройдет. Господи, Ты говоришь, иди, и я пойду. Тебе хочу всегда воздавать славу. Тебе, только тебе, мой чудный Иммануил». Закончив молитву, Олеся посмотрела на часы. Был пятый час ночи. Она прошла в кухню, набрала стакан теплой воды из термоса и вернулась к дочери. «Джессика, солнышко, попей водички!» Нежно приподнимая головку дочери, попросила она. Девочка сделала несколько глотков, не открывая глаз. Олеся поставила стакан на подоконник и легла на кровать. Спать она уже не хотела. Так и пролежала до рассвета, мысленно разговаривая с Господом и цитируя стихи из Писания. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твоею и красотою твоею. И в всем окрашении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Олеся услышала шаги матери в гостиной и тоже поднялась. Накинув халат, она появилась на кухне, где Лидия уже готовила завтрак. Обняв мать, Олеся поведал ей о своей тревоге за дочку. У нее температура, мам, но она нигде не могла простыть. Не ела мороженое, не бегала раздетой. Это какое-то наваждение. Я могу остаться с ней дома, а вы поезжайте с отцом и Джонатаном на крещение, заботливо предложила Лидия. Вот проснется, тогда все и решим, неопределенно ответила Олеся. И пошла принимать душ. Джессика ни за что не хотела оставаться дома. Она обхватила шею матери и умоляла ее, мамочка, я же тоже хочу увидеть, как ты в речке будешь купаться. Возьми меня с собой, пожалуйста. Ну, мам. Ну, хорошо, хорошо, милая. Только ты будешь с бабушкой под зонтиком сидеть. А теперь покушай и будем собираться. Дождь усилился. По дороге к месту крещения Олеся мысленно твердила обещание Господу. Я с тобой, Иисус, а ты со мной. Никто и ничто не остановит меня. Ты и я. Да будем едины. При подходе к реке молодые братья уже поставили арку и украсили ее цветами. Вскоре собралась почти вся церковь. Крещаемые облеклись в белой одежде. Первым в воду вошел пастор Павел. Река была мелкая у берега, поэтому пришлось проходить к ее середине, где была достаточная глубина для погружения при крещении. Крещение принимали шестеро братьев и сестер. На вопрос пастора «Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий?» прозвучало шестикратное, звонкое и радостное «Верую». После крещения церковь отправилась в дом молитвы, где должно было состояться служение свечерей. Олеся изъявила желание спеть песню. Лидия взяла баян, и в зале зазвучала нежная христианская песня «Я с Иисусом вновь наедине, и вновь плелись чудные мотивы, и вновь слезинки нежно шепчут мне о том, что я счастливее всех счастливых». Олеся пела, на ее устах светилась круткая улыбка, а по щекам стекала слезинка за слезинкой. Слова песни исходили из ее сердца, очищенного кровью Христовой и способного славить своего Бога. Еще звучали песни и стихи, еще звучали благодарственные молитвы, потом было напутственное слово пастора, и, наконец, настало время совершать святое действо. Братья разносили хлеб, символ ломимого тела Иисуса, и затем вино, символизирующее пролитую спасительную кровь Господа. Принимая кусочек хлеба и глоток вина, Олеся чувствовала себя совершенно невесомой. Ей казалось, что она не стоит на сцене, а парит над ней. Затем состоялся праздничный ужин. Рядом с Олесей сидел Джессика и Джонатан. Дети были счастливы не меньше своей любимой мамочки. В их глазенках светились искорки радости. Олеся поцеловала дочь в висок, потом положила свою ладонь на ее лобик. Он был прохладный. «Солнышко, у тебя что-нибудь болит? Как ты себя чувствуешь? Мне хорошо, мамочка!» Откусывая кусочек торта, ответил Джессика. «А ты как себя чувствуешь?» «Счастливей всех счастливых, милая! И это потому, что с нами Иисус!» Подняв пальчик вверх, глубокомысленно заключила Джессика. Глава шестнадцатая «Мамочка, на улице такое солнышко радостное! Я хочу погулять!» Забегая с балкона в гостиную, восторженно сообщил Джессика. «Пойдем в парк, а?» «Ну, если солнышко радостное, то пойдем!» Ответила, улыбаясь, Олеся. «Джонатан, ты идешь с нами?» «И бабушка идет с вами!» Выглядывая из кухни, включилась в разговор Лидия. «И, конечно, да, Джонатан тоже!» Через несколько минут дети уже сбегали по лестнице, опережая один другого. А вдогонку им летели мамины предупреждения. «Осторожней! Вы же никуда не опаздываете!» Когда Лидия с дочерью вышли из подъезда, дети уже бежали по тропинке, ведущей в парк. «Какие стремительные!» «Я так рада, что Господь подарил мне здоровых и красивых внуков!» «Ты так говоришь, будто моей доли в этом совсем и нет!» С хитринкой посмотрев на мать, заметила Олеся. «Ты меня прекрасно понимаешь, дочь! Милость Божья стоит на первом месте! Если бы не он!» Лидия не договорила, но в ее голосе Олеся услышала печальные нотки. Было ясно, что вспоминала ее мама. «Понимаю и благодарна ему безмерно, мам! По его благости я почувствовала себя матерью, и это такая неоценимая милость!» Подойдя ко входу в парк, Олеся не увидела детей. На ее лице отобразилось недоумение, но Лидия тихонько шепнула ей. «Они вон за тем кустом!» Джессикина платьица выглядывает. «Видишь?» «Слева!» «Подыграем им!» «А где же наши ребятки?» Громко, чтобы услышала дети, произнесла бабушка. «Нам же без них так скучно будет!» «А вот и мы!» «А вот и мы!» Выскочив из акустика, запрыгали братишкой с сестричкой. «Мы же вас дожидались!» «Молодцы!» «Теперь можете бежать на горку, а мы с бабушкой посидим в беседке!» дала разрешение детям Олеся и направилась к скамейке, взяв мать под руку. Женщины вошли в открытую беседку, стоящую напротив детской горки, где уже раскачивалась на качелях Джессика, а Джонатан осваивал подъем вверх по груди склеенных гладких камней. Присев на стульчики, имитированные под черепаху, мать и бабушка некоторое время смотрели на резвящихся детей. Думая о чем-то своем, Лидия тихонько вздохнула. Но этот вздох заметила Олеся. Она повернулась лицом к матери, и в ее взгляде отразился молчаливый вопрос. «Скоро вы уедете, и в доме снова станет тихо. Опять мы с дедом одни останемся». «Вот и вздохнулась мне», — объяснила свой невольный вздох Лидия. «Такова жизнь на земле. Встречи и расставания, улыбки и слезы. Нельзя к этому привыкнуть, но то есть к разлукам». «Да, мам, мы улетаем в четверг. Я билет уже заказала. Хочу быть дома, чтобы встретить Джеймса. Ему будет приятно приехать в дом, где его уже ждут. Правильно мыслишь. Счастье нужно строить с мудростью». «Знаешь, мам, я многое поняла за эти годы своего замужества. Иметь счастливую семью, конечно, прекрасно. И все же моя жизнь без Иисуса была лишена уверенности и покоя. Как бы тебе объяснить получше? Когда Иисус вошел в мою жизнь, она приобрела цвет. Без него были только оттенки, короткие блики радости. Помнишь, в детстве у меня был калейдоскоп? Может быть, сравнение примитивное, но все же мои отношения с Иисусом — калейдоскоп. В какую сторону не повернешь? Неповторимая картина, сияющая гранями драгоценных камней, никогда не утомляет, но всегда восхищает. Иисус. С познанием Его приходит в нашу жизнь и свет, и смысл, и мудрость. Как хорошо, что тебе это открылось раньше, гораздо раньше, чем нам с Отцом. — Хочу тебе сказать по секрету, — Олеся слегка улыбнулась, — моя жизнь в Америке была страдальческой. Не знаю, правильно ли отражает это слово то, что я испытывала. Наши отношения с Джеймсом выглядели на людях самыми, что ни есть, гармоничными. Но в доме... Джеймс превратил наш дом в маленькую армию. Его командный голос держал меня, а потом и детей в постоянном напряжении. Грубость и оскорбительное слово исходило из его уст так же легко, как любое другое. Я не находила себе покоя, часто убегала в мыслях в замок любви, который Он подарил мне после свадьбы. Убеждала себя, что Он обязательно поймет и изменит свое отношение ко мне и детям. Но и это перестало работать. И тогда я бросилась к Иисусу, именно бросилась. Господь стал моим надежным и крепким прибежищем. Куда ни ветра, ни бури не могли проникнуть, Он убрал мои обиды, боль и отчаяние. Получив его мир, я стала смотреть на мужа другими глазами. Глазами милости и сострадания. Ведь я имела то, что Он не имел. А мне так захотелось показать Ему, что можно жить по-другому. Сейчас я Его люблю даже больше, чем в первый год нашего Союза. Олесю прервал звонок мобильника. Звонила ее подруга по прежней работе в бюро. Она сообщила, что завтра едет в командировку и очень хотела бы встретиться, потому что не вернется до отъезда Олеси в Америку. «Мам, я пойду. Ты тут с детьми еще погуляешь, да?» Вставая с черепашки стульчика, попросила она мать. И, получив ее согласие, крикнул детям. «Солнышки мои, слушайте бабушку. Мне нужно уйти ненадолго». Джессика и Джонатан подбежали к матери и, целуя ее, обещали быть самыми послушными детишками. И тут же умчались снова на горку. Лидия проводила дочь взглядами, взглядом и стала наблюдать за играющими внуками. Сколько было радости на их милых личиках. Их веселая подвижность вызывала чувство восторга у бабушки. Живые, умненькие и счастливые внуки доставляли ей особую приятность. Мысли Лидии обратились к Господу. Как сильно изменилась ее жизнь после покаяния. Ушли, словно снег по весне, растаяли тревоги и сомнения. Мир, такой добрый и тихий, заполонил ее сердце. Надежда, светлая и крепкая, поселилась в ее освеженной Божьей благодатью душе. Разве могла я даже представить, какой небесной чистотой омоется вся моя сущность? Ты, мой добрый пастырь, раскрылил надо мной и моим домом свою сень несравненной защиты. Ты наделил меня незаслуженным правом называться и быть твоей дорогой дочерью. Желаю всегда славить твою мудрость и любовь. Желаю пребывать в этой чудесной зависимости от тебя, мой верный Бог, Отец любви и всякого утешения. Разговаривая с Иисусом, Лидия все время держала внуков в поле зрения. На площадке появились еще несколько детей, но все играли дружно, не доставляя друг другу неприятностей. По аллее, по направлению к беседке, где сидела Лидия, медленно шла какая-то женщина. Голова ее была опущена к земле, и весь вид вызывал жалость. Лидия мельком взглянула на нее, и ей показалось, что она прежде где-то уже видела эту женщину. Да это же Устина Павловна, мать Витаутаса, всплыло в памяти Лидии имя женщины. Но она же вернулась в Ригу, как будто... Я, наверное, ошиблась. Бабушка, я подружилась с девочкой, подбегая к Лидии, сообщила Джессика. Следом за сестрой примчался Джонатан и тоже сообщил бабушке о своем новом друге. Хорошо, молодцы, еще немного поиграйте и пойдем домой. Дедушка скоро придет с работы, ответила Лидия. Дети уже понимали многие слова на русском. Внуки снова побежали к горке, а возле беседки остановилась женщина и пристально смотрела на Лидию. Лида, это ты? Здравствуй, дорогая моя. Лицо женщины оживилось, и на нем появилась слабая улыбка. Устина, добрый день. А я думала, что ошиблась. Лидия встала и, выйдя из беседки, обняла свою бывшую сваху. Я так рада увидеться с тобой, Лида. А кто эти дети? Повернув голову в сторону играющих детей, поинтересовалась Устина Павловна. Кажется, они тебя назвали бабушкой. Ну да, это мои внуки. Гостят у нас уже больше месяца. На этой неделе улетает домой, радостно объяснил Лидия и добавил для ясности. А Лица с семьей живет теперь в Америке. А-а-а-а, задумчиво протянула Устина. Я вот приехал на недельку к сыну на могилку сходить. Сильная тоска у меня по моему гребушке. Ушел он и сердце моё унес с собой. Нет мне места нигде. — Понимаю тебя, Устина. Детей терять всегда невыносимо больно. — С глубоким состраданием ответила Лидия. — Вся жизнь моя разбита. Родила я пятерых. Двух сыночков похоронила. Элис разведённый здесь живёт, тот же кое-как. Витаутас такой же непутёвый, как и был. — Младшая Светочка недавно замуж вышла. Живу я теперь со своей старенькой мамой в Риге. Муж ушёл к другой. Вот и вся моя история. В нескольких строчках умещается. И все они темнее тёмного. Светлого ничего. Вот и бреду на ощупь. Печально заключила свою исповедь Устина Павловна. Слушая её, Лидия думала, что сказать ей. Какие слова могут быть сейчас услышаны этой уставшей и страдающей женщиной? Сказать о смерти Господа на Голговском кресте ради спасения всех людей, равно как и её семьи. Сказать, что Иисус знает всё, любит её и разделяет её скорбь. Сказать, что Господь желает освободить её от боли, дать ей мир. Сказать, что Он рядом, и лично ей Устини нужно только обратиться к Нему со своим горем. Всё это было бы истинной. Но услышит ли она эти правильные слова не только ушами, но и сердцем? Лидия не была уверена. И всё же нужно что-то сказать. Казалось, Устина Павловна ждёт каких-то необычных слов, обладающих действенной силой внести в её жизнь нечто новое, свежее, надёжное, животворящее. Лидия почувствовала, что страдание Устины передалось ей, и её душа сжалась от боли, заплакала слезами сочувствия. «Я пойду, пожалуй». Безликая равнодушие отразилась на лице женщины. Она сделала шаг в сторону. Но Лидия протянула к ней руки, и, смотря в её сухие, давно выплакавшие всё, все слёзы глаза, произнесла с проникновенным и глубоким чувством. «Устина, дорогая, мне так хочется облегчить твою душу. Твою боль видит небо. У Бога для тебя есть ответ». Лидия обняла женщину за плечи. «Поговори с ним». Устина Павловна высвободилась из объятий Лидии и медленно пошла прочь. Сделав несколько шагов, она обернулась и, устала вздохнув, сказала будто самой себе, «Эти дети могли бы быть и моими внуками». Дети, увидев, что бабушка стоит возле беседки, побежали к ней, решив, что она собралась уже идти домой. Джонатан подбежал первым и взял бабушку за руку. Потом подоспел Джессика. «Бабушка, нас уже дедушка ждёт, да?» Задала свой вопрос она. Лидия кивнула и, улыбаясь внуком, взяла их за руки. Но её мысли были об уходящей устине. Короткая молитва горячей веры, вылетев из сердца, поднималась к высоким небесам. Господи, сокрой её под сенью Твоей. Послесловие Сейчас, дорогой читатель, ты прочтёшь последнюю страницу этой книги и закроешь её. Возможно, тебе покажется, что книга не закончена. Так оно и есть. Не все герои этой книги ответили на самый главный вопрос жизни и потому не определились с решением своей вечной судьбы. Хотя имена героев изменены, они всё же реальные люди и всё ещё числятся среди живущих на земле. Стало быть, у них есть шанс ответить Богу «да» на Его спасающий зов. В любом случае, книга писалась для всех читателей, верующих и не принявших Господа своим спасителем. Божьи дети, познавшие истину спасения, знают, как важно, живя среди этого развращённого мира, любить людей, молиться о них и в повседневной жизни проявлять качество христианского характера. Именно для этого Господь Бог оставляет своих спасённых на земле. Он желает, чтобы Его дети чистотой своей жизни были светом для погибающего грешника. Иисус всё ещё держит двери благодати открытыми, желая спасать даже тех, кто упорствует и отворачивается от Бога. Читатель, помолись о неспасённых героях этой книги. Господь знает их подлинные имена и обязательно примет твою молитву. Он — любовь. Он желает сокрыть всех страждущих под своей сенью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok